Ролик создан при спонсорской поддержке компании DistHost, молодая компания, предоставляющая услуги хостинга сайтов, аренда виртуальных и выделенных серверов, регистрация доменов по низким ценам, профессиональная техническая круглосуточная поддержка, подробности по ссылке в описании. При указании промокода ROMANOCH2018 скидка 20% на все услуги. Ребят, привет! В этом ролике я хочу рассказать, как запустить процессоры Coffee Lake на материнских платах H110. В моем случае это Asus. Это не будет точный гайд, куда нажимать и что получится. Я просто хочу вам рассказать о двух способах. Да, действительно, уже появилось два способа запуска Coffee Lake на чипсетах H110. Тем более ребята просили и некоторые даже негодовали, что что это такое, ты все обманываешь. Нет, я не обманываю и сейчас я расскажу, как нужно делать. Первый способ сложный, нужен программатор. Вы находите модифицированный BIOS с зашитыми микрокодами Coffee Lake или делаете сами, добавляете микрокод в BIOS. Как добавить микрокод, подробно рассказывает Сергей с канала ProJiz. Если говорить простым языком, вынимаете бинарный код и записываете его в плату BIOS с материнской платой. Огромным плюсом служит то, что в платку эту можно достать из кроватки. Минус такого способа вы можете погнуть, сломать ножки, лапки, уплатки, смешно сказал, а также сжечь саму микросхему. На самом деле вы это все делаете на свой страх и риск. Главное, делайте осторожно и аккуратно. После прошития BIOS на плате определяются только процессоры Coffee Lake 8100. Так было в моем случае. Если вы установите другой какой-либо процессор, вы получите черный экран. Во время работы программатора и его софта отключайте антивирус. Антивирус может ругаться на некоторые файлы и удалить их. Второй способ, на который меня надоумил один прекрасный человек под ником Palazine. Я совершенно забыл про это, что можно попробовать программное обеспечение, которое способно игнорировать защиту. Я создал загрузочную флешку с FHL. Это по типу что-то DOS, но только современная оболочка и очень мощная по своим возможностям. Так что тоже осторожно пользуйтесь ею. На флешку загрузил ранее подготовленный бинарник BIOS с разрешением ROM и начинаю работать. Вот здесь должен предупредить, внимательно проверяйте версию прошивальщика A4Win. Самая последняя версия не умеет работать с некоторыми важными для нас ключами. Только версия 3.0.5.0.4 умеет работать с важным для нас ключом ключ-ган. Я испробовал правильный и неправильный способ в прошивке. На самой последней версии A4Win при использовании других важных ключей BIOS прошивается, но на самой последней стадии проверки выдают ошибку. Вот тут и получаете на выходе кирпич, потому что далее перезагрузка, после которой черный экран. Выход из этой ситуации только один – программатор. С правильной версией A4Win все должно получиться. Напомню, версия A4Win 3.0.5.0.4. С верной версией прошивальщика все должно получиться. И когда вы видите вот эту надпись, считайте у вас на 80% все хорошо. После перезагрузки, предупреждаю, очень долгий проход поста. Примерно около минуты. Это долго, но это быстрее, чем проход такого же поста на серверном оборудовании. Но под адреналином время тянется. Вот, пожалуй, рассказал о главном, как это нужно делать или не делать способом. А теперь позвольте мне немножечко пофилософствовать на тему, зачем это нужно, когда и что. Потому что под прошлым роликом большое количество скептиков написали, зачем вы это делаете. Скоро выход материнских плат, дешевых материнских плат под Coffee Lake. И вы все равно не запустите шестиядерные процессоры. Вот, пожалуй, я отвечу на эти очень важные вопросы, тезисы тем людям. Да, ребят, вы совершенно правы, что скоро выходят дешевые материнские платы на Coffee Lake. Даже на момент записи этого ролика появилась первая примерная дата, и причем это неофициальная дата выхода дешевых материнских плат на Coffee Lake. Это 2 апреля. Наверное, это какая-то очень сложная шутка от Intel. И даже есть в интернете картинка, где ломится полка от дешевых материнских плат. Так что поживем, увидим. По поводу запуска шестиядерного процессора 8400. Вы знаете, открою небольшую тайну. Для тех, кто не следит за моей группой ВКонтакте, где я постил скриншотик, где человек, который не бросил заниматься попытками запуска шестиядерного процессора, анонсировал, что 25 марта он расскажет, как запустить шестиядерный процессор на материнских платах 170 чипсета. И даже, как разгонять эти процессоры. Я не буду постить скриншот результатов разгона 8600K. Уже есть скриншот. Скажем так, в одной группе Дискорда со мной поделились этим скриншотом. Я не буду показывать этот скриншот, потому что, опять же, вызовет массу криков, что, боже, это Photoshop. Я не буду. Давайте дождемся 25 числа, и мы посмотрим, насколько этот способ запуска шестиядерного процессора и разгона некоторых этих моделей доступен для нас смертно. Потому что, наверное, все-таки это непросто запустить шестьядер на чипсетах, которые типа, я сейчас показываю кавычки, в воздухе, не работают на этих чипсетах. Да, еще очень важно забыла рассказать. Ребят, чтобы прошивать материнскую плату, то вам нужен процессор, который... Два процессора. Сам Coffee Lake и процессор предыдущего поколения, который позволит вам все это сделать. То есть, если вы готовы к этому, то, пожалуйста, дерзайте. Я вот сижу и думаю, выкладывать мне архив с готовым программным обеспечением или нет. То есть, не знаю. Потому что я, опять же, предупрежу, вы все это делаете на свой страх и риск. А кирпичивание вашей материнской платы очень высока. И если вы никогда этого не делали, но хотите попробовать, то, пожалуйста, вы можете это найти. Это уже в открытых источниках есть. Наверное, да, выложу. Вот сейчас, ладно. Делайте как хотите, выложу и убивайте ваши материнские платы. Или не убивайте ваши материнские платы. И покупайте потом Coffee Lake. Выложу программное обеспечение, которое вот у меня заработало. Пожалуй, все, что я хотел рассказать. Единственное, опять же, хочу сказать спасибо ребятам, которым помогли мне немножечко разобраться. Сережа и Андрюша, привет. Всем остальным спасибо, что посмотрели. Все ваши замечания, комментарии, предложения вы можете оставить под видео. Также можете поделиться в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Пишите письма.